Амбициозный проект стартовал в Нижневартовске. За максимально короткое время строителям предстоит проложить капитальную дорогу в так называемую ипотечную долину. Работа осложняет геологическую особенность участка. Отрезок трассы проходит по живому болоту. Что предстоит сделать подрядчику, а главное, уложится ли он срок, выяснял наш корреспондент Евгений Алексеенко. Восточный проезд свяжет улицы Героев Самотлора и Формана Салманова. Протяженность участка 640 метров. Деньги на строительство выделены из городского бюджета. Строители зашли на объект, как только морозы сковали болото, которое сейчас под снежным покровом. На площадке расставлены бытовки, рабочие проводят техобслуживание, спецтехники, идет монтаж ограждения. На сегодняшний день, наверное, это самый сложный вызов по строительству дорог, который у нас был, потому что обычно выполняли работу где-то на два года, растягивалась стройка в зависимости от геологии. Вот последний участок, который построили улица Нововартовская, в год уложились. Здесь вот еще сроки как бы меньше. Всего за 8 месяцев строителям предстоит проделать масштабную работу, провести выторфовку всего участка, перестроить инженерные сети, проложить ливневую канализацию, протянуть сети электроснабжения, смонтировать уличное освещение, построить парковки, озеленить обочины. И самое главное, уложить качественное асфальтобетонное полотно. Данная дорога является подъездом к школе, а также функциональной связью между микрорайонами, кварталами. Срок строительства, окончание строительства данной дороги это конец августа 2023 года. То есть к началу запуска школы дорога должна быть готова. И она будет готова. Помимо того, что новая дорога улучшит транспортную доступность ипотечной долины, она сыграет еще одну важную роль. Школу на 1125 мест, которую заканчивает строить в этом районе Нижневартовска в рамках нацпроекта образования, нельзя открыть без капитальных подъездных путей. Так что жители прилегающих кварталов могут быть уверены, к осени следующего года этот пустырь превратится в современную транспортную магистраль. Евгения Алексеенко, Александр Титаренко, Вести Егория, Нижневартовск.